мне всегда казалось что мегаполис это хрупкая стильная музыка для сентиментальных городских мечтателей и знаете кажется сейчас совсем не их время для группы мегаполис сейчас вообще благоприятная атмосфера очень благоприятно то есть вот когда воздуха становится все меньше когда возможностей не знаю свобода выбора ограничен на наступает самое время в для мегаполиса и вообще для художника потому что чем жестче живется и чем среда более давит на тебя со всех сторон и более ты ограничен собственно остается только и дело что либо учиться либо заниматься любимым делом либо там что что-то еще строить дом для художника остается единственная возможность то есть не то что проявляется возможность заниматься той темы которая к нему пришла и не и ничего больше его отвлекать не может вот сейчас вот нет никакого никакой в голове идеи кроме одной следующий альбом должен быть о любви что-то такое очень очень простой очень чувственно очень ясно как мы это себе представляем я тут дома вот по такому руслу музыка должна перед этим вдруг пропал звук а потом почти сразу ведь свет сила стала уходить из рук и короткометражный фильм из прожитых лет откроет ангел книгу происшествий и познакомиться со мной я улыбнусь ему совсем как в детстве оглажу крылья за спиной все наши знакомые все наши общие друзья разом выкладывают фотокарточки свои старые из 90-х годов вот все это сделали как вы думаете с чем вот связано желание поностальгировать поэт по тем временам в чем был прикол в том что тогда как и в самом начале 60-х или в конце там пятидесятых у каждого запустила и своя собственная пружина внутри каждый чувствовал персональную перспективу каждый все зависло от тебя самого нужно это делать и тогда все все будет хорошо все 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 по чеснику и у всех от включилась и все это понеслась но поэтому и нас ностальгируем по по 90-м потому что не было видно никаких границ и никаких и никаких ограничений никаких видимых все впереди все иди вот сколько хватит сил так и иди все скачи а вы ностальгируете по 90 если честно мне в принципе ностальгировать не то чтобы не интересно но я не хочу тратить на этой силы я хочу смотреть в будущее зачем сейчас живет ваша продюсерская компания снегири было время когда снегири выпускали по несколько десятков наверное альбомов в год а теперь я честно говоря не могу вспомнить что снегири последний раз записали вот из блокбастеров но хочу сказать что вот с коммерческой точкой зрения у нас есть настоящее открытие для страны это грузинская группа не за время она собирает очень большие залы герои всех фестивалей но что касается других проектов действительно их не так много как когда-то но с другой стороны может быть часть из того что что я делал тогда и выпускал тогда и тратил на это свое время может быть сейчас я это бы и не стал делать потому как почему эти промышленные масштабы природа всегда крапит дозированных когда и сколько давать последнее мое такое обращение это даже шульц молодой дарование из питера вот и в ее голосе я читаю бесконечность в любом большом большом артисте в голосе читается бесконечность и это для меня может быть сейчас важнее всего я наверное родилась для того чтобы жить в париже всю жизнь свою проходить с короткой стрижкой я наверно и родилась чтобы пасть кроличью нору заглянуть в тигру в пасть и подняться в горь а вы согласны с тем что вообще музыкальные хиты больше никому не нужны в 2015 году не нужен музыкальный блокбастер больших молодых музыкантов нет ну так за очень редкими исключениями я слышал про одну группу которая исполнила хит про маршрутку и который очень хорошо сейчас собирает и ездит по стране я не помню ее название вы даже название не помните ну я зачем мне помнить ну затем чтобы мы узнали это название если бы это действительно было круто ну да вы правы конечно вы конечно правы может быть но с другой стороны миллионы людей знают это название и приходят на концерты все дело в том что просто двухтысячных в начале двухтысячных годов наше общество не было так поляризована собственно нетократической прослойкой и консюмериативной а сейчас это очень как бы это водораздел это две страны поэтому мы с вами о них не знаем а то для кого они поют очень хорошо про это знают и другого ничего вообще не хотят если вы у них спросите кто такая Алина Орлова пустой звук пшик Летели облака Летели далеко Как мамина рука Как папина трико Как рыбы корабли Как мысли дурака Над стеклами земли Летели облака Летели облака Летели купола Дороги и цветы Звоня в колокола Беспечные как ты Как капли молока Как здравствуй и прощай Как не добиться Вы, Олег, однажды сказали что наша страна всегда была способна рождать прекрасные вещи и при царизме и при коммунизме Вот скажите а при позднем путинизме она рождает прекрасные вещи Вы замечаете что-нибудь подобное? И царизм и путинизм он не может помешать прекрасным вещам потому как они рождаются изнутри все идет все равно из идеи и любой человек любому человеку любой человек в силу сделать самое важное в жизни при любом режиме и эти прекрасные вещи никуда не деваются никуда не уходят потому как есть тема вот которая вселяется в художника ну или там в изобретателя или в конструктора и не дает ему спокойно жить и он не обращает на окружающее ровным счетом никакого внимания а когда вокруг все так плохо и уныло и скучно ну так и вообще ничего не отвлекает ты сконцентрирован у тебя чем тебе больше окружающее на тебя давит тем у тебя собственно давление-то внутри больше и ты его фокусируешь на свою идею на выход на свой результат Олег, вы участвовали в протестных акциях в 2011-13 годах на проспекте Сахарова точно были замечены с плакатом «Чебурашка за честные выборы» да, был я там как вы думаете почему все эти протесты кончились ничем а Чебурашка так и не дождался и не добился того за что боролся позвольте мне ответить роман так все общественные акции это все равно проекция это все внешнее это проекция внутреннего мне экраны не очень интересны мне интересны лампочки в кинопроекторе я хочу думать про лампочки я хочу работать с лампочками и это для меня важнее может быть это какая-то для многих загадочная позиция но для меня для меня она важна и для меня для меня она единственная единственная верная вы в тот период сказали следующее после выборов что-то перещелкнуло я уверен что ни при каких обстоятельствах мы не вернемся в прежнее состояние конечно сейчас видно что все сознание у людей уже другое это вы сказали видимо сразу после Сахарова но выходит вы как и многие ошибались ведь ничего с нашим сознанием не произошло тогда да нет в сознании как раз все и произошло да ничего не произошло абсолютный водораздел ребята вы что до и после я вам отвечу словами Майкла Джексона Майкл Джексон старина когда его вот во всех этих грехах обвиняли он часто говорил ну да конечно да ложь правит миром кривда всегда побеждает я говорю да Майкл конечно кривда в этом мире всегда побеждает а Майкл Джексон через паузу добавлял а правда марафонец старик старина Джексон знал о чем о чем говорил знаете есть такое небесное казино да а почему казино всегда в выигрыше сумма всех вариантов на рулетке ну это как бы это называется теория игр просчитана так что при любых обстоятельствах кто бы сколько не выиграл в казино казино все равно свои то ли 3 то ли 6 процентов будет иметь всегда в мире все так и происходит собственно есть некий вектор цели и есть как бы правда которая всегда побеждает но смотря как на нее смотреть вот так или вот так всегда побеждает правда бродский знаете что роман говорил бродский говорил вот что система нас может уничтожить только физически с точки зрения сущности система нас никогда не уничтожит если мы конечно с точки зрения сущности не слабы и система это фильтр это проверка на антихрупкость и задача системы ее миссия как бы в мировом контексте именно так такая чтобы ну как бы фильтровать мальчики налево и девочки направо те кто может пойти дальше они пойдут дальше те кто не может пойти дальше они дальше не пойдут скажите пожалуйста а как вы умудряетесь вот сохранять эту терапевтически спокойную интонацию во всем в том что вы говорите в музыке которую вы пишете в то время когда люди кажутся друг друга съесть и готовы на улице потому что я вам про лампочки тоже сказал надо нужно в лампочки смотреть вот вы хотите говорите съесть готовые друг друга на улице но это же очень просто когда вы идете и смотрите на человека и видите в нем ребенка и каждый человек ну смотря если вы чуть дольше на него будете смотреть он будет все красивее и красивее вот сбросите с него все вот это и вы в каждом встречном человеке увидите необыкновеннейшую красоту и удивительного человека вот я вам клянусь а когда вы перестанете видеть красивых людей у меня так бывает редко когда я иду и вдруг раз хоть вперед перестаю видеть видеть красивых людей все люди вдруг встречные некрасивые я тут же останавливаюсь мне нужно окей паузы потому что я понимаю что у меня настройка сбилась а как по-другому роман отвечу очень банально все внутри как у вас там все счастье то и несчастье оно все внутри я никогда не видел глаз таких как эти они сны и смерти больше нет а есть один на том и этом свете прозрачный тихий бесконечный свет откроет ангел книгу происшествий и познакомиться со мной я улыбнусь ему совсем как в детстве на даче в первый день весной когда вы